Привет, друзья! С вами Александр Бактерёв. И в этом видео я хочу немножко рассказать про басовые ходы. Много меня в комментариях спрашивают, какие ноты я играю в басовых ходах. На примере руссконародной песни «Виноват ли я?» хочу об этом рассказать. Ну, во-первых, что такое басовый ход? По сути, басовый ход – это несколько нот гаммы, вычлененных, и которые играются не в правой руке, а в басу. То есть, до-ре-ми-фа-соль-а-си, все знают, ехал зайчик на такси. Так вот, несколько нот, три и больше, выцепленных из гаммы, будут считаться басовым ходом. Ну, так, условно. То есть, если, например, до-ре-ми-фа-соль-а-си, до-ре-ми мы берём, это басовый ход. Ре-ми-фа – это тоже басовый ход. Ми-фа-соль – тоже басовый ход. И это работает как и в направлении в одном, так и в другом. В обратном направлении тоже работает. То есть, до-си-ля, ля-соль-фа – это тоже будет считаться басовым ходом. Ну, давайте я сыграю один разочек песню «Виноват ли я?», послушаем, где можно вставить эти басовые ходы. Для простоты сыграю в ле-миноре. «Виноват ли я?», «Виноват ли я?», «Виноват ли я?». Что мы видим? Мы видим, что басовый ход три раза можно здесь использовать. Значит, в начале у нас статично идёт гармония ле-минор. Здесь никакой басовый ход мы не можем вставить. Хотя нет, можем вставить. Я в конце ролика расскажу, какой можно басовый ход вставить даже в самом начале. Но самое очевидное, значит, в следующих местах. Вот у нас появилась гармония соль-септаккорд. Соль-септаккорд, а потом идёт до-мажор. Так вот, в тех моментах, где будет встречаться какой-то септаккорд, а потом мы спускаемся вниз на какой-то мажор или на какой-то минор, почти везде можно будет использовать басовый ход. Значит, какой басовый ход? Помните, мы вначале с вами говорили до-ре-ми-фа-соль-ля-си. Вот у меня получается, на соль я пришёл, на соль-септаккорд. Я могу играть басовый ход соль-ля-и-си. Как он выглядит? Вот соль, через один бас наверх будет бас-ля, ля, и напротив соль, бас-си. И вся эта история переезжает в до-мажор. И получается... Вот, приехали. Дальше можно обыграть через ля-септаккорд эту всю историю. Вот у меня ля-септаккорд, и после него будет ре-минор. Соответственно, здесь тоже могу сыграть. Какой здесь басовый ход? Здесь получается до-ре-ми-фа-соль, ля-си, да? Ля-си, соль-ля-си-до. Значит, из ля, я играю ля, через один бас наверх у меня идёт си, и дальше идёт бас до-диез. Вы спросите, почему до-диез? Сейчас вдаваться в подробности теории не будем, но по факту, если смотреть, смотрите, что получается. Ля-септаккорд. Точно так же идёт один бас через один наверх, и один напротив ля. И вся эта история уходит в ре-минор. То есть физически аппликатура, то есть пальцовка, будет одинаковая. И точно такой же ход ещё будет перед повтором, получается, припева. Там будет, значит, ми-септаккорд в ля. Сейчас сразу его разберём, потом я сыграю. Ми-септаккорд в ля. Вот смотрите, до-ре-ми, да? Ми-фа-соль. Если по гамме. До-ре-ми-фа-соль. Вот получается бас-ми. Потом идёт бас-фа-диез через один наверх. Фа-диез. Потом идёт напротив ми-бас-соль-диез. И вся эта история переезжает в ля-минор. Тоже обратили внимание, да, что и фа-диез, и соль-диез тоже сейчас подробности не разбираем. Но суть такая. Через один наверх, напротив, и смещаемся вниз. Сейчас целиком сыграю, послушайте, как это будет. Обратите внимание, что все басы, басовые ходы, сейчас мы играем через верх. Да, то есть я играю какой-то септаккорд, потом идёт бас наверх, потом напротив и потом вниз. Есть ещё другая история, когда басовый ход будет играться через низ. Условно можно так назвать, через низ. Но сейчас в этой песне мы это не можем разобрать, потому что они здесь не совсем уместны. И напоследок расскажу вам ещё один интересный ход. Здесь мы только что разобрали кусочки басовых ходов из гаммы подряд. То есть до-ре-ми, фа-соль, а-си, до-ре-ми, ре-ми-фа, ми-фа-соль. А есть ещё басовый ход, когда мы играем не по обычной гамме, скажем так, а по хроматической. Что такое хроматическая гамма? Хроматическая гамма – это когда мы играем все ноты подряд, заполняя все пространства, которые могут на пути встречаться. Что это означает? То есть, например, по правой руке можно по баяну хорошо это определить. Например, между нотой до и между нотой ре у нас есть чёрненькая кнопочка. То есть либо до-диез, либо ре-бемоль. Вот если заполнять все вот эти пространства и не пропускать чёрненькие, у нас получится хроматическая гамма. На баяне это очень классно играть, потому что это вот по косым рядам. Как я это называю? Принцип косого ряда, да? То есть три пальца я ставлю, каждый на своём ряду, и прям заполняю. И обратно. Точно эти же ноты можно играть ещё и в басу. Конечно, применять их можно не везде. Ну вот, на примере «Виновата ли я?» В принципе, можно попробовать сыграть. Вот оцените, как получается, интересно или неинтересно. В том месте, где у нас идёт статичный бас, ну то есть вначале ля-минор идёт, и ничего там не меняется, да? Можно разнообразить вспомогательным басом сверху, например, да, там или мизинцем играть. Но вот басовый ход, он звучит более, как это сказать, во времени более растянуто. То есть можно внимание слушателя хорошо удерживать за счёт этих басовых ходов. И какие же ноты я здесь играю? Вот смотрите, у меня основная тональность ля-минор, и аккорд ля-минорный. Я вначале играю, да? Ноты какие? По правой руке можно проверить. Вот от ля я буду играть хроматический ход вниз, да? То есть буду понижать нотки. Значит, у меня идёт ля. Понижаю нотку, идёт ля-бемоль. Понижаю нотку ля-бемоль. Соль. Понижаю нотку соль. Соль-бемоль. По басам такая же история. Смотрите, ля. Значит, ля-бемоль у меня будет напротив и чуть повыше. Дальше идёт соль мизинцем. И соль-бемоль напротив и чуть выше. Обратите внимание, что аккорд играю я один и тот же. То есть меняю только бас. И получается вот такая история. А ещё круче. Если я вот этот басовый ход, да, который у меня в басу идёт, буду дублировать ещё в правой руке. У меня здесь вот аккорд ля-минор, нотки ля-до-ми. И я буду спускаться от ля по хроматизму вниз. В аккорде буду менять эту ноту. Все остальные не буду менять. И буду менять только, которые от ля будут встроиться. То есть у меня получается ля-до-ми. Потом ля-бемоль-до-ми. Соль-до-ми. Фа-дес-до-ми. Или соль-бемоль-до-ми. Получается так. Ну, в общем, как материал для творчества есть. Как это звучит или не звучит, оцените, пожалуйста, в комментариях. Буду очень рад обратной связи. Спасибо, что посмотрели этот ролик. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok